Всем привет! Рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я сделаю для вас расклад на тему «Чего я не жду, но оно случится». В нашей жизни бывают ситуации, когда нам кажется, что все настолько плохо, что хорошего ждать уже не приходится. Мы настолько бываем разочарованы в отношениях, в любимом человеке, что нам кажется, что больше счастья в нашей жизни не будет. Но у Вселенной свои планы на нас. Давайте посмотрим, может быть, она готовит для вас какой-то приятный сюрприз. Будем смотреть на самое ближайшее время, от трех недель до двух-трех месяцев. Возьмем этот период, потому что быстро, конечно же, перемены не происходят. Давайте посмотрим, что расскажут нам карты. Итак, «Чего я не жду, а оно случится». Ваша карта первая выпадает. На данный момент вы считаете, что вы находитесь в сложной ситуации. Вот вы сами так думаете. Вы не можете ничего сделать, но вас это расстраивает, конечно. Переживаете, думаете очень много о том, что случилось. И о том, что, наверное, вы ничего не можете сделать в этой истории. И вам тяжело от этого состояния безвыходности. Безысходности, вернее. Это уже длится долгое время. Вы уже очень долго находитесь в отношениях, вернее, не в отношениях, а в ситуации, когда... Из которой вы не видите выхода. Очень длительное время. Здесь может так проиграться, что вы как будто ушли в отшельника. Немножко закрылись от окружающего мира, от людей. Хотите в одиночестве быть, чтобы вас никто не трогал. Вот в четырех стенах как бы закрылись. Ваше общение ограничивается либо домочадцами, по большей части. Потому что здесь как-то идет от людей, вы немножко закрыты. Не хочется вам общения такого. Хотите одна побыть. Думать, размышлять. Вы до конца не понимаете, что произошло. Почему мужчина ушел, почему отношения закончены. И вы об этом думаете очень много, размышляете, пытаетесь. С одной стороны ситуацию посмотреть, с другой стороны. Пытаетесь найти истинный ответ. Ответы на свои вопросы. Но пока у вас вопросов больше, чем ответов. Вы не до конца владеете ситуацией. Чего-то вы не знаете. Мужчина вас решил не информировать. Ну смотрите, у вас все будет хорошо. У вас прекрасные карты. Три великолепных карты. Триада вот такая выпала. Позитивная. Карта выигрыш. Карта позитив. Сюрприз. И карта удачи. Для вас все это заканчивается удачно. Даже может быть сейчас, на данный момент. Вы можете этого не осознавать, не понимать. Но вы уже выиграли эту ситуацию. Вы ее победили. Вы выходите оттуда победительницей из этой истории. Даже если ситуация подвисшая. Даже если вы чего-то не знаете. Даже если мужчина с вами не выходит на контакт. Все равно вы выходите победительницей. Ну карты об этом говорят мне. Вы эту ситуацию победили уже. Да, здесь нет нового начала. Но знаете, что вам нужно просто подождать. Вам нужно просто подождать еще какое-то время. Вы знаете, что вы можете быть очень разочарованы в любимом человеке. У вас много претензий к нему скопилось. И поэтому вы считаете, что вы не должны делать первый шаг ему навстречу. То есть вы просто ждете, как будет дальше развиваться ситуация. Но у вас уже внутри такие качели. То вам кажется, что еще можно восстановить. То вам кажется, что еще уже нельзя восстановить. Но вы сознательно выбрали позицию бездействия. То есть вы не хотите действовать первое и что-то менять. Но здесь, несмотря даже на ваше бездействие, у вас будет новое начало. Через какое-то время просто нужно подождать. Давайте посмотрим, какое новое начало вас ждет. Смотрите, у вас может быть начало отношений с новым мужчиной. Это новый знакомый кто-то. Новое ваше знакомство. То есть вы, знаете как, вы решите, что вот та ситуация, которая произошла, вы решите для себя, что с вами некрасиво поступили. И поэтому вам как бы не стоит возвращаться в те отношения. И вы решите, что вам надо бы, наверное, строить с другим человеком отношения. То есть у вас здесь попытка будет построить отношения с другим мужчиной. Знакомство будет однозначно. И довольно-таки перспективное. Вы будете возлагать надежды на этого мужчину. Человек вам понравится. Вы увидите в нем какой-то потенциал. Увидите хороший вариант для серьезных отношений. То есть вы его так серьезно будете оценивать. Ну, вы, конечно, обижены. Вы обижены на мужчину, который так поступил с вами некрасиво. Вы его вините. Считайте, что он виноват в том, что вы расстались. Но здесь не совсем он виноват. Да, он, конечно, сделал выбор. У него был выбор. И он его сделал не в вашу пользу. Потому что... Потому что... Здесь карта такая, которая говорит о том, что... Над человеком кто-то давлеет. То есть висят какие-то обязательства. От которых вот он не может уйти. Вот он не может по-другому сделать. Потому что там требуют. Требуют с него. Три шкуры с него дерут. И он должен сделать так, как он сделал. Человек идет в новое начало, мужчина. Не потому что ему хочется. Он в таком состоянии идет. Видите? В полудепрессивном. Вот в таком состоянии он от вас уходит. Он не хочет уходить от вас. Но это нужно. Здесь как будто говорят ему. Это нужно сделать. И ты должен сейчас в первую очередь решить, разрешить этот вопрос или эти вопросы. А потом уже будешь там улаживать свою личную жизнь. Здесь женщина некая в возрасте есть, которая ему делает какое-то предложение. Выгодное предложение связано оно с деньгами, с финансами, с заработком. Женщина не молодая, да? Не помню, сказала я или нет. Что она не молодая. Но она имеет какие-то связи. И она как бы вызывается вашему мужчине помочь. Помочь заработать. Не знаю, карьерных каких-то высот достичь. Может быть, работу получить какую-то. Ну вот что-то она ему предлагает. И очень такое с виду это все выглядит как что-то действительно хорошее, надежное, прибыльное. Вот она его знакомит, вашего мужчину с кем-то. Какой-то партнерский союз он заключает, подписывает какие-то бумаги. А рядом с ним сейчас женщина. Рядом с вашим мужчиной. И там тупиковая ситуация у них в отношениях. Что-то с деньгами связано. Как будто там, знаете, не знают, что дальше делать. Потому что и она что-то теряет. У нее риск потерять деньги. И у него риск потерять. И поэтому там сейчас тупиковая ситуация. Они разбираются и никак не могут разобраться. Ну вот у мужчины за спиной потеря отношений, потеря любви, потеря чувств верности. Потому что ваши отношения здесь были по чувствам. То есть здесь я вижу, что ваши отношения были именно основаны, базировались на чувствах, на взаимных чувствах. Здесь люди верны друг другу были. Либо был брак, либо к этому шло. Но сейчас отношения потеряны. Ну что я могу сказать? Резюмируя весь расклад, что можно сказать здесь? Ну, во-первых, у вас будет новый мужчина. У вас будет новый мужчина здесь. Я не вижу пока, чтобы человек из прошлого к вам вернулся. Не показали это. Он в данный момент, ваш мужчина, который от вас ушел, ему тяжело очень. Он вспоминает вас, он думает о вас, но тоже изменить он ничего не может сейчас. Там тупиковая ситуация в отношениях у него с этой дамой. Я не вижу, чтобы он в загаданный срок, в загаданный вами срок. От одного, вот мы загадывали, от трех-четырех недель до трех месяцев. Что в этот период я не вижу, чтобы он как-то к вам появился. Здесь идет новый человек. И вы будете рассматривать его как потенциального партнера для серьезных отношений. Ну, вот такой был расклад. Я надеюсь, что информация была вам хоть чем-то полезна. Спасибо, что вы со мной, что вы смотрите меня. Мне очень приятно, когда вы показываете лайками свою заинтересованность. Либо дизлайками. Дизлайк – это тоже заинтересованность. В той информации, которую вы получаете из моих видеороликов. Надеюсь на вашу обратную связь. Пишите, что резонирует, что нет. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо за внимание и до встречи в новых видео.